Татуировка Вы ступили на территорию призраков Сегодня в нашей программе татуировки Их магическая сила и влияние на человека Все люди делятся на две части У одних есть татуировки, у других нет Что же такое татуировка? Имеет ли она какое-то значение Или это просто красивый рисунок, декорирующий наше тело? Обладает ли татуировка какой-то магической силой? И может ли она влиять на жизнь человека? На его судьбу? Оставайтесь на территории призраков И вы узнаете все о магии татуировок Первую татуировку я сделал в 1985 году Когда служил в армии Меня ее заставили сделать старослужащие и солдаты География татуировки весьма внушительна Различные виды татуировок Практиковались у светлокожих народов всего мира А у темнокожих заменялись рубцеванием Татуировки делали все Племена Европы и Азии Индейцы Северной и Южной Америки И жители океаний Именно индейские племена Индонезии и Полинезии Где практика тату непрерывно передается из поколения в поколение Служит лучшим антропологическим доказательством социальной значимости татуировок Едва ли не все стороны жизни этих людей связаны с тату От рождения до смерти И уж, конечно, нет такой части тела, над которой не потрудился бы местный художник Ну, это завлекает, конечно, да Это достаточно такой Очень древний и очень такой Странный ритуал Его до сих пор словами объяснить как-то сложно Что это такое Это знают только те, кто как бы к этому причастен Либо кто-то, кто делает Либо кто-то, кто имеет на себя Татуировка принадлежит к числу наиболее древних обычаев Но, несмотря на многовековую критику и осуждение Она не исчезла Наоборот На свете все больше татуированных людей Это доказывает, что татуировка нечто большее, чем просто очередное веяние моды Татуировка появилась неизвестно где, неизвестно когда У нее нет родины Это вообще мать всех искусств Ну, как бы Это первое, что стал украшать человек Как бы это свое тело, естественно Вот Древнейшие упоминания о татуировках Вот какие-то фактические, археологические Там, дактилоскопические Какие-то там эти на иммунном уровне 10 тысяч лет назад Сейчас там территория Ирана Вот упоминания о ней есть А вот татуировки? Так же она была и здесь Она и у Чукчи у наших сохранилась Естественно и в Полинезии И в Европе так, как там были моряки И так далее, и так далее То есть это такая вещь, которая Просто в силу того, что где-то следили за традициями И сохраняли Мы сейчас можем видеть это в первозданном виде Где-то как вот в Полинезии То есть там этот процесс, он как был раньше, так он и остался У нас, к примеру, ну, наша страна взять У нас это все ушло на 70 лет В подполье, как бы, в это Зоновское Ну, например, у Николая Второго были татуировки Он был когда еще как царевич, цесаревич Ну вот еще не царь, короче Он же был на службе в Японии И там у него делали дракона себе Татуировка Акт самофиксации в ментальном пространстве Вселенной Носящий татуировку Член определенного сообщества людей Можно сказать, субэтнос Качество татуировки не определяет Иерархического уровня коллекционера Иерархический уровень в семье татуированных Возможно определяется количеством Использованных площадей Ибо любая отметина на теле Знак перехода носителя Из одной ипостаси в другую Невозможно посчитать, я не знаю Ну, с 85-го, ну, сколько, 20 с лишним лет Ну, попеременно Ну, в году, наверное, где-то штук 500 получается Примерно, я не знаю Ну, так Желание иметь татуировку Если ее еще никогда не было Утробный период будущего члена семьи В большинстве случаев люди не знают Зачем они хотят иметь татуировку на своем теле Имеющий татуировку должен быть готов к вопросам Порой не очень умным Непосвященных Ну, вот, недавно были две девицы у меня тут И они сделали себе надписи Причем у одной начало надписи У другой продолжение Они вроде как бы так это Хотя они не сестры, как бы Ну, и познакомились только в Москве Сами, ну, не местные Ну, странно Знак несмываемый и красивый Вызывает у непосвященных Разнообразную гамму чувств Часть непосвященных Переходит в этот момент В утробный период Который может длиться многие месяцы А то и годы У каждого свой Сугубо индивидуальный путь к татуировке Нет ни одного похожего случая Татуировка сродни клятве Написанной крови Клятве автоматической верности Красоте особого Иного искусства Да, люди рассказывают Что после того, как я им сделал Или не я им сделал татуировку Я просто мнения о других работах Не собираю, как бы Но то, что Когда я сделал татуировку Ну, частенько говорят, что да Вот эти вот девчонки, как раз Которые делали надписи Одна из них говорила Что это так мне изменил всю жизнь Там и так далее Но это сложно отследить Потому что человек-то не рядом находится Все люди, как бы они сделал Ушли куда-то Потом случайно где-то Можно как-то что-то понять Татуировка живая Ибо живет с тобой Татуировка мать всех искусств Татуировка наиболее связана С жизнью как таковой Ибо полотна, скульптуры, объекты, архитектуры Долгоиграющие в истории Принадлежат всем А татуировка сугубо индивидуальное Личностное явление Люди совершенно разнообразно подходят К этому моменту Кто-то рисует сам Причем он говорит, что вот конкретно Только так, такой размер Кто-то говорит Не знаю, что-то примерно знаю Кто-то говорит Просто вот у меня есть такая тема Хочу ее развить Ну вот это Сколько людей, столько и подходов Как-то Магия татуировки Также и в том, что Несмотря ни на какие препятствия И запреты Этот процесс не имеет завершения Татуировки делали Делают И будут делать всегда Татуировка Это связь с прошлым И будущим одновременно Через татуировку Мы ощущаем связь с человечеством Прошлого и будущего Ощущаем себя не просто Homo sapiens истории Но плюс и Homo tatuatis Отдельным кланом В цепи развития человеческого племени В следующей части нашей программы Мы поговорим о значении Различных татуировок И о возможном влиянии Татуировок на жизнь Их обладателя Оставайтесь на территории Призраков И узнайте много Интересного о татуировках И татуированных людях Слово тату Имеет полинезийское происхождение И означает рана Знак Когда впервые человек Нанес рисунок на кожу До сих пор точно сказать Не может никто Приблизительно Около 60 тысяч лет назад Самые древние Из известных татуировок Были обнаружены на мумиях Из египетских пирамид Ну человек Меня попросил Набить здесь скорпиона Вот на этом месте То есть Сжалом Уходящим В центральную вену Ну вот Чтобы как бы Закрыть следы От инъекций Ну я его отговаривал Отговаривал Нет Ну сделал Ну где-то В течении полугода Он умер от пиридоза В разных странах Тату Имело свое значение В Индонезии Племена Отражали таким образом Периоды жизни Женщины Японских аборигенов Семейное положение Наши предки Славяне Использовали рисунки В ритуалах Культа плодородия Сами по себе Они не несут Ничего страшного Ну Читается Как кол Ну если по-русски Прочитать Она Ну Сделала Для того Чтоб Обозначить на себе Основные стихи Это Огонь Воздух Вода Ну вот Ну я думаю Что они Пойдут Правильно Ну То есть Позитив Только принесут Практически Любой рисунок Несет Какую-то Смысловую Нагрузку Змея Знак Мудрости Дракон Означает Мощь Клевен Символ Христианской Троицы И так далее Среди Татуировок Есть Обереги Которые Люди Набивают Себе На тело В надежде Что Такая Татуировка Защитит Их От беды Как Оберег Как Оберег Вот Из Вот Да Ну Я Вот Наколол Себе На затылке Это Древний Оберег Ну Зовется Он С Всем Ужаса Ну Короче В общем-то Кирпич Ненаглый Уже Не упадет Татуировка Всегда Сочетала В себе Два Основных Принципа Украсить Человеческое Тело Передать Какую-либо Информацию О его Обладателе Или Или Защитить От Недобрых Сил Внешнего Мира Ну Вот Это Дьявол Это Вообще Машинка Татуировочная Ну Вот Он Молот Это Боек Другой Руки Держится Вот Он Вот С иголки От Суды Уходят Он Бьет Ну Короче Татуировочная Машинка Это Дьявол Скорее Ну Виде Дьявола Согласен Ну А так Дьявол Мне кажется Само Изображение Дьявола Не несет Себе Никакого Ну Вот Пентаграмма Это Другое Дело Это Уже Символ Обозначающий Ну Все Знают Что Он Обозначает Поэтому Не буду Здесь Рассказывать Ну Я Считаю Это Негативно Выбирая Рисунок Для Татуировки Нужно Быть Очень Внимательным И Точно Знать Что Означает Тот Или Иной Символ А Вот Еще Тема Иероглиф Ну Короче Каждый Иероглиф Значит Что-то Ну А Как Правило Ну Один Иероглиф Мало Кто Кодит Потому Что Ну Они В Связке Значит Что-то Конкретное Ну Вот И То Есть У Меня В Бельгии Знакомый Татуировщик Которому Пришла Женщина И Долго Долго Просил Малял Наколоть Ей Маленький Иероглиф Ну Вот Он Ее И так И Сяку Говаривал Сделать Что-нибудь Более Маленький 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 Как бы Как бы Жертву Один Себя Человек Принес То Если Он Ждет В любом Бою Скорейшей Смерти Чтобы Попасть В Альгал Ну А рисунок Может Просто Понравиться Человеку Но Потом Он Может Горько Точнее Удивиться Когда В какой-нибудь Пьяной Драке Последнее Что Он Увидит Будет Нож Перед Его Горно Психологи Провели Исследования Связанные С внутренним Миром Людей Имеющих Разные Татуировки В результате Были Выявлены Некоторые Тенденции И закономерности Например Татуировка Бегущий Человек Стремление Убежать Укрыться Туловище Жизненные Силы Крупно Остро Осознанная Потребность Неудовлетворения Маленькое Симптомы Униженности Лицо Тщательно Прорисованное Озабоченность Отношения С другими Своим Внешним Видом Ну Все Наверное Видели Кандалы Встречающиеся У зэков На ногах На руках Они Тоже Ну Несут Себе Конечно Другой Смысл Там По количеству Точнее По месту На ноге Или на руке Срок Сколько он Отсидел Но есть Еще Приметы Что Ну Как бы Этот человек Заедет По-любому Опять За забор То есть Тоже Плохая Примета Колоть Татуировка Глаза Закрытый Или Спрятанный Под полями Шляпы Свидетельство Сильного Стремления Избегать Неприятных Визуальных Воздействий Большие Расширенные Глаза Тревожность Беспокойство Потребность В защите Не стоит Колоть То Что Выше Того Что Ты можешь Взять К примеру Воинские Татуировки Человек Который Совсем Не воин Не в смысле Даже В действиях А в душе Потому Что Они Обязывают Ну Быть Воин И Создают Такие Ситуации Где Это Качество Должно Проявляться А это Человеку И совсем Не нужно Татуировка Нос Трактуется Как Сексуальный Символ Но Это Является Спорным Рот Символ Агрессивности Особый Знак Агрессии Четко Прорисованные Зубы Рот Наподобие Клоунского Вынужденная Приветливость Персонаж Лишенный Рта Или Сортом Черточкой Не имеет Возможности Словесно Влиять На других Людей Не стоит Наносить На себе Раны Ну Отрезанные Шитые Шеи К примеру Ну Короче Которые Явно Указывают На то Что У человека Будет Какая-нибудь Трава Следующей части Нашей программы Подробности Из истории Татуировки Вы еще не решили Сделать себе Татуировку Знак Отличающий Вас От остальных Обывателей Оставайтесь На территории Придраков И возможно Вы поймете Нужен ли вам На теле Рисунок Который Будет С вами Всегда В Европе О татуировке Узнали В 18 Веке Благодаря Мореплавателю Джеймсу Куку Из плавания Он привез С собой В качестве Экзотического Сувенира Полинезийца Сплошь Покрытого Нательной Живописью И вскоре Ни одна Ярмарка Не проходила Без разукрашенного Аборигена Впоследствии Их заменили Сами Европейцы Некая Леди Виола Щеголяла Портретами Шести Американских Президентов На своем Теле Чарли Чаплина И других Знаменитостей Кстати И сами Знаменитости В массе Своей Всегда Имели Много Татуировок Ну это Наверное Единственная Какой-то Рокзвезда Которым Я делал Я в общем Не стремлюсь Потому что На поверку Вышло Что Трики Обыкновенный Такой Маленький Черт Негритянского Вида Как бы Нормальный Парень То есть Он очень Был Благодарен Мне И говорил Что Очень хорошо Что ты Приехал Известный Певец Трики Был Очень Благодарен Нашему Татуировщику За работу Я Мой По церковно-славянски Трики Надпись Такой Пластинка У него Вышла Последняя Он там Во всей красе Стоит Можно Посмотреть Британские Моряки Стали Изображать На своих Спинах Огромные Распятия Как защиту От телесных Наказаний Моряки И пираты Разнесли Татуировки По старому Свету И способствовали Открытию Портовых Студий Я думаю Что Какой Человек В Туе Меняется То есть С каким Посылом Он Ну В принципе Татуировка Это просто Изображение Это как бы Из праха Вышло В праху Идет Это же Какая-то Нотка Скорее В мироощущений Потому что Татуированный Человек И нет Татуированный Человек Это два Таких Больших Лагеря Как бы На земной Поверхности И Различия Как бы Между ними Что у одних Есть У других Нет То есть Это опять Сложно Очень Объяснить Словами Но Есть две Семьи Одна Такие Другая Не Такие В 1891 В 1891 Американец Орейли Изобрел Электрическую Татуировочную Машинку Заменившую Всевозможные Самодельные Инструменты И приспособлений Но даже Технический Прогресс Не сдвинул Дело С мертвой Точки Всю Первую Половину 20 века И Европа И Америка Ходили Со Стандартным Набором Незамысловатых Лупочных Картинок Во время Первой Мировой Войны В Англии Буквой Д На теле Метили Дезертиру А в Германии Начали Выбивать Номера Заключенным Концлагерей Вообще Татуировка Это как бы Клеймо Это самый Примитивный Вид искусства И самый древний И вот Сейчас очень модно Такие Полутени Какие-то Так Все это Вот Как Ну такая Живопись Прям буквально Какие-то Полутона Но я вот Не знаю Не считаю Что это Неверный Ход Татуировка Все-таки Она должна быть Как бы Ну такая Более Графичная Потому что Все эти полутона Лет через 5-10 Будут просто Синяком Смотреться Ну Человеческая кожа Стареет Человек вместе С ней Вот Но это уже Дело Как бы Мастеров Это Это скорее Оберег Ну Девушка Попросила Наколоть Как бы Себя С крыльями Ангельскими Только С уравьими Ну А не Ближе К уравьим И только Благодаря Мощному Всплеску Молодежной Культуры 50-60-х Годов Минувшего Века Появилось Новое Поколение Татуировщиков Творческие Амбиции И смелые Эксперименты Которых Вновь Возвели Тату В рамках Искусства Чёртик Ну Обычно С вилами Может быть С открывалкой Спиной Ну Вот такой Красный Чёртик Он характерен Для Олдскула Ну Это Такое Движение В Татуировке Стиль Точнее Татуировки Который Родился В Америке В 50-х 60-х Годах Это Короче Ну Там Примитив Ну Побольше Цвета То есть Поменьше Смысла Но В каждом Вот этом Вот Маленьком Рисуночке Ну Он что-то Значил Как Вот У ЗК Вот В частности Волдскуле Чертёнок Значит Сексуально Доступно Так что Женщины Подумайте Прежде чем Кого тебе 20-й век Начало Эпохи Цветных Татуировок Появляется Так называемый Музыкальный Стиль Его Пропагандировала Молодёжь Музыканты И поклонники Накалывавшие Себе Рисунки Связанные С джазом И рок-н-роллом Я пытался Их когда-то Делать Потому что Они красивые И абы что Ну Две-три И всё Хорош Я понял Что это Беспроспективно Просто Как бы По Зоновским Понятиям Вот надо За татуировки Отвечать Но вот За свои Я могу Ответить За все Ну Татуировка Татуировки Родины Есть Художественные Которые Имеют Художественные Ценности Есть Ну Как у Зэков Те же Это скорее Паспорт То есть Показывающий Ну Не буду Рассказывать Это Потому что Все знают Там Сколько Альтижин За что Там Кто Он И что Он Ну Как у Музеландцев Каждая полосочка Каждая полосочка Что-то Значит С какой Он Частью Осва Какое У него Положение Сколько У него Детей И так Далее Ну Вот А так Каждый Человек Если он Верит В это То Это И будет Ну А если Не верит То Скорее Всего Ничего Это ему И не даст С Конца 70-х Годов Жизнь Советской Татуировки Связана Субкультурой И развитием Молодежных Движений Футбольных Клубов Неформальных Организаций Появляется Направление Декоративно-музыкального Тату Правда Сведения Об этом В виде Боди-арта Остаются Все еще Скутными И ограничиваются Лишь редкими Заметками В молодежных И музыкальных Журналах Животных Кодят В основном Ну типа Как индейцы У индейцев Тотемные Животные У каждого индейца У каждого Племени Свой тотем Вот человек Наколол Там кошку Ну вот Он ассоциирует Себя Значит С этим животным Ну или Короче Понравилось Ему Это животное Ну там Я не знаю Ну душа Лежит К этому животному Ну то есть Связь уже Есть На каком-то Зуховном Тонком Татуировка Не боль Это философия Превращения Страха В гордость Дискомфорта В ожидании Не хочешь Ошибиться Посмотри На работы Мастер Взгляни ему В глаза Все Обдумай И страх Превратится В восхищение Ну я как Чемодан Облепляюсь Наклейками Того Что произошло В жизни Как бы Ну да Как чемодан Я их рисовал Себе сам Но делали мне Кто-то другой Разные люди Всякие По всему свету Нанося то Или иное Изображение На свою кожу Следует помнить Что помимо Первого Лежащего На поверхности Объяснения Того или иного Рисунка Смысла Есть второй Глубинный Объясняющий Их на духовном И религиозном Уровне Связь Символов Татуировок С этими Трактовсками Даст Возможность Заглянуть В душу Рисунка Пояснить Его Истинный Смысл Татуировщики Которые Сами Татуировки Делают Они есть Но я Лично Считаю Это нецелесообразно Потому что Есть коллеги И интереснее Получить Все-таки От какого-то Человека Потому что Что-то Он передает Вместе с этим Так что же Передается Через мастера Человеку Вместе с Татуировкой Сделанной Им Ну вот У вас Про передачи Это про магию Магию Наверное Далее В нашей Программе История Очевидца О том Как человек Сделавший Себе Татуировку Попадал Благодаря Ей В различные Ситуации Оставайтесь На территории Призраков И вы узнаете Какие бывают Странные Совпадения И истории Связанные С нательной Живописью Значит у нас В середине Где-то 90-х В Москве Появилась Мода На татуировке Такая Поголовная Когда каждый Среднестатистический Молодой человек Хотел Чем-то выделиться Вот Если не прической Не сережкой То каким-нибудь Интересным рисунком В их числе Оказались Я и мой товарищ Вот Имя называть его Не буду Ну пошли в салон Значит татуировки Где-то в центре Был такой интересный Я себе выбрал Банальный рисунок Солнце Его разрывает лев И оттуда выпрыгивает Собственно говоря Татуировки Следует Рассматривать В общем контексте С учетом Всех мелочей И особенностей Нанесение На тело Татуировки Только для Привлечения Внимания Окружающих Или для Смены Имиджа Порой Чревато Неприятными Последствиями Особенно Если Значение Татуировки Имеет Определенный Смысл В данном Случае Возможно Утрата Собственной Личности И замене Ее Псевдо Личностью Ну вот А моему товарищу Хотелось Знать что-то Такого Заморского Загадочного Тайного Ну в общем Мы с ним Шарили Шарили Этот Каталог Татуировок И значит Неожиданно Выпал рисунок Попал Такой Интересный Кельтский Узор То ли Это рыба Какая-то Была То ли Зверь Какой-то То ли Просто Орнамент Хитрющий В общем Выбрал он Его Ну Татуировочные Мастера Сделали Своё чёрное Дело И мы с товарищем Разошлись В разные стороны Человек Превращается В отражение Ожиданий Того действия И статуса Который Выражает Его Татуировка Он Вынужден Строить Своё Я Таким Образом Чтобы он Соответствовал Новому Имиджу Имиджу Связанному С татуировкой Утрата Своего Настоящего Я Усиливает Потребность Приспособлений И в этот Момент Возникает Опасность Подчиниться И быть Во власти Своих Татуировок Через Несколько Дней Мне Товарищ Звонит И рассказывает Не очень приятную Историю О том Как он Пошёл В клуб В ночной На своё время В середине В середине Ну как бы Ну как бы Её Расширить Ну так Ради интереса Пошёл Значит С мастером Посидели Подумали Вместе Он что-то Там Покалякал Ну вроде Орнамент Стался Абсолютно Другим Опять Разошлись Опять Звонить Через Несколько Дней Например Человек С первого Взгляда Весьма Скромный И спокойный Имеет Ряд Агрессивных Татуировок Что Это Значит Возможно Скрытая Сильнейшая Агрессия Против Общества Скорее Всего Это Человек Стремящийся Агрессивными Изображениями Компенсировать Свою Незащищённость И Слабость Звонит И Оказывается Его В милицию Забрали Вот Опять Шёл В майке Своей Без рукавов Ну вот И Оказывается Вот этот Рисунок Совпал Ну не то что Совпал Но был Похож На Татуировку У некого Уголовника То есть Это Как Отличительная Примета Ну что Делать Говорю Давай Опять Иди Расширяй Меняй Рисунок А то так И будут Всё время Останавливать Глядя На татуированного Человека Следует Понимать Для себя На какой Стадии Зависимости От своей Инициализации Он находится Возможно Что это Раб Своего Имиджа Своего Псевдо Я Ну значит После того Как Милиционеры Его Забрали Естественно Отпустили Он Ещё И расширил Уже Без меня После этого Через какое-то Время Он Мне рассказывает Опять И По улице Подбегает К нему Люди В Балахонах И Утаскивает На какую-то Квартиру Тёмная Комната Свечи Голая Девушка Лежит В центре Комнаты И Вокруг Нё Значит Эти товарищи В капюшонах Бегают Хороводы Ведут Он Говорит На силу Отбился В общем Ужас Тихий Ну и На данный Момент Сейчас У моего товарища Татуировка Занимает Около Половины Тела Вот так Вот так Он изменил Свою Судьбу Вернее не он А татуировка Первую татуировку Я сделала В 1994 году Мне было 16 лет На первой Тату-конвенции В Москве Я помню Мы с друзьями Собирались Выступать У нас была Рок-группа И Я даже не думала Что у меня может быть Татуировка Потому что Мне казалось Что мне ещё рано Но я ходила И смотрела На всех людей У которых Все руки Все ноги Были Разрисованы Расписаны И Наколотые Мне очень тоже захотелось И помню Я сказала Просто своему другу Татуировщику Ну сделай мне Что-нибудь Он сказал Ты не представляешь Как мне это надоело Вот это что-нибудь Я говорю Ну я первый раз Мне можно Поэтому Ну как вот Ты меня представляешь Это и сделай Психологи Составили Небезинтересный Тест Для определения Наиболее подходящей Для человека Татуировки Композиция Татуировки Схематично Составляет Ту или иную Геометрическую Фигуру Лилия Тяготеет К треугольнику Змея Кусающая Хвост К кругу А ворон Индейского Племени Сплошь Стоит Из Прямоугольников В то время Машинки Были сделаны В основном Из электрических Зубных щеток То есть Иглы Неизвестно Ну они Стерилизовались Но Не думаю Что Санэпиденцистанция Одобрила Вот такое Положение вещей Но Неважно Я сделала Татуировку И заняла Даже второе место На дату Конвенции Мне очень понравилось Я была в восторге И Конечно же Я не хотела Чтобы Майор Родители об этом узнали Приведем Характеристики Людей Выбравших Ту или иную Фигуру Для татуировки Квадрату Соответствуют Такие качества Как трудолюбие Усердие Потребность Доводить Начатое дело До конца Упорство Квадрат Любит порядок Все должно Находиться На своем месте И происходить В свое время Идеал Квадрата Распланированная Мне все говорили В тот момент Не жалеешь ли ты Что ты это сделала И Как ты вот С ней будешь ходить Все равно Потом ты ее Уберешь Я сказала Что нет Я этого делать не буду И действительно Сейчас мне 29 лет Я не могу себе представить Без нее жизни То есть она часть меня Или я часть ее Но без нее Я была бы не я Но есть Единственная проблема С ней Этот цветок Такой хищный цветок Который я с насекомых Не помню название Но никто никогда в жизни Не мог сказать Что это такое То есть я Наверное миллион раз Слышала А что это у тебя паук А это краб Я знаю Или Скорпион Рак Ну Чего только не было Но никто никогда в жизни Не договывался Что это цветок Ну Потому что там такие листики Похожи на ножки И вот Буквально два года назад В Брюсселе Была в Брюсселе И Я села за барной стойкой С подругой Что-то мы там пили И вдруг вышел Какой-то Мойщик посуды Иммигрант Из какой-то страны И попросил перевести Спросил у бармена Спросить у девушки Что это за цветок И когда он меня перевел Я подумал Что он ошибся Но действительно Это единственный человек Какой-то Старый иммигрант В Брюсселе Не очень трезвый Единственный человек За всю Вообще Моя жизнь Понял Что это цветок сразу Мне даже захотел Заплакать В тот момент В заключительной части Нашей программы Мы подведем Итог влияния Татуировки На жизнь Ее хозяина Оставайтесь На территории Призраков И помните Если у вас Есть татуировка Важно Чтобы она Не руководила Вами И вашими поступками Чтобы она Не стала Вашей хозяйкой И не указала Вам Ваши действия Татуировка Это своеобразный Индикатор Характера человека И так получилось Что по жизни И до сих пор Я не общалась И не общаюсь С мужчинами Которых могла бы Смутить Татуировка Пониже спины Поэтому Это в основном Музыканты Фотографы Художники Люди Творческой профессии Американский Психолог Маховер Проанализировал Личностные Особенности Уровень развития Рисующего И характер Наносимых Изображений Таким образом В ряде случаев Можно Охарактеризовать Личность человека По виду Изображений Рисунков На его теле Тут воля случая Как бы сейчас С одной стороны Конечно Есть очень много Салонов В которых Все это делают Но это все-таки Это деньги Как бы Это в любом случае Это Макдональдс Какой-то такой Татуировочный Где там эти бутерброды Лепят и лепят Вот Не говорю о том Что там работают Все плохие люди Там естественно И здесь И хорошие мастера И это Смотреть надо ходить Мнение узнавать То есть ну Семь раз Отмерив Один раз Отрезать Ну пословица Не зря придумывают Оказывается Татуировка Весьма много Может сказать О вас И об особенностях Вашего характера Но стоит ли Искать себя В татуировке Своё я В татуировке Найти нельзя Его можно подчеркнуть Я думаю А найти его Нужно в чем-то другом Все-таки Сегодня люди Статуировка Не только молодежь Их возраст От 17 до 70 лет Причем эти люди Не обязательно Являются байкерами Или золотой молодежью Некоторые люди Тратят на тату Последнюю зарплату Да Татуировка Это красиво Модно Она привлекает Внимание И все же Если вы решили Отметить свое тело Рисунком Помните Что татуировка Это не просто Нательная живопись После того Как вы сделаете Татуировку Она будет С вами Всегда Она будет Жить вместе С вами И возможно Влиять На вашу жизнь Сделав Одну татуировку Остановиться Практически Невозможно Это процесс Который Остановить Невозможно Ты разделаешь И все это Уже Как бы С тобой И тебе Хочется еще Что-то отметить И здесь Что-то прибавить Там что-то Раскрасить Бесконечное Субтитры Я тебе сейчас буду вопросы задавать. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Готов? Фамилия, имя, отчество свое назовите пожалуйста. Юликан Степан Кимович. Дата рождения. 1937 ноября. Где родились? Город Тбилисик. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Райная судимая? Да. Сколько раз? По каким статьям? Неоднократно. Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, это. Это пламя. Это покойная мама моя. Брюки поднимите пожалуйста до колена. До колена поднимайте брюки просто по одной штанине. Вторую штанину. Все опускайте. Вот скажите пожалуйста за что вы задержаны? Я не знаю. Я 51 статью взял. Понятно. Воровом законе являетесь? В смысле воровом законе? Да или нет? В смысле воровом законе? Есть такое понятие вор в законе? Ну я старый вор. Бюк. 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 Б